Не будем говорить о каких-то больших клинических исследованиях. Это обычный клинический пример, но я думаю, как раз тот пример, который отразит последние вопросы по кастротрезистентному неметастатическому процессу. Возможно, вопросы, может быть, отразит как раз проблему необходимости диагностики ПЭТ-ПСМА и вообще поднимает проблему, мне кажется, отражает проблему где-то в нашем регионе, в Казахстане, поскольку, мне кажется, это один пример, один пациент. Но, по сути, таких больных у нас, наверное, достаточно много. И ответит на вопрос, который Елена Владимировна задала, надо ли всем делать это ПЭТ. Немного статистики. Вы видите, что заболеваемость у нас как будто с 2019 по 2020 год снизилась и в промиллях, и в абсолютных числах. Но, тем не менее, показателем смертности, наоборот, идет рост. Хотя в структуре смертности рак простаты, понятное дело, занимает 12 место. В структуре заболеваемости у мужчин он уступает только раку легкого и раку желудка. И вот сам клинический случай. С 2014 года пациент наблюдается у уролога по месту жительства, спириорически беспокоит жалобами на учащенное частое мочеиспускание, вялая струя, нектурия до трех раз, империативные позывы и так далее. ПЭСа 25 января 2014 года, 12 нанограмм на миллилитр, свободный 1,24, и процент свободного ПЭСа 10 и 19. Произведено биопсия, гистологическое исследование не показало данных за карциному. Препарат был пересмотрен в Институте онкологии, поэтому пациент просто был оставлен под наблюдение у уролога и онколога по месту жительства. Через 4 года в 2018 году отмечается значительный подскок ПЭСа до 72 нанограмм на миллилитр. При более детальном обследовании пациента на МРТ малого таза выявлен опухолевый процесс по заднебоковой поверхности предстательной железы с распространением процесса на семенные пути справа и умеренная двухсторонняя паховая лимфоденопатия. Были жалобы на боли в позвоночнике, делается КТ позвоночника пояснично-крестцового отдела, диффузная протрузия, грудной отдел позвоночника тоже, диффузный остеопороз и спондиллез, кости таза, остеоартроз в тазобедренных суставах. И пациент госпитализируется в отделении урологии в центральной клинической больнице с жалобами, которые я уже озвучила, и с жалобами на боли в тазобедренном суставе. Делается предварительно через кожная биопсия простаты. Это февраль 2018 года аденокрацинома, предстательная железы, число глиссона 3,4,7. Ну и буквально через неделю пациенту проводят радикальную простатэктомию. Исследование гистологов аденокрацинома, предстательная железы, число глиссона 6, инвазии в стенку сосудов, капсулу. В лимфоузлах слева и справа опухолевых элементов не обнаружено. С диагнозом рак предстательной железы Т3Н0М0, состояние после радикальной простатэктомии, пациент продолжает наблюдаться по месту жительства в динамическое наблюдение. Через два года осенью снова подъем ПСА. То есть на протяжении этих двух лет все было стабильно. Пациент периодически сдавал ПСА. Результатов нет, я не знаю. В 2020 году отмечается подъем до 23,8. Пациенту назначают андроген-депривационную терапию. И уже в феврале месяце мы видим снижение ПСА до 0,38 неграмм на миллилитр. Буквально, ну не буквально, через год опять подъем ПСА до 10. Это январь 2022 года, апрель 2022 года – 56. Понятно, что речь идет уже о развитии кастратрезистентного формы рака. И вот здесь, ну, первое, что делают врачи, пытаются найти, естественно, то есть обследуют на распространенность процесса. Проводится КТ брюшная полоса из грудной клетки, малотаза, все с контрастированием. Ни одно исследование не выявляет какой-либо патологии. То есть мы говорим о биохимическом прогрессировании. Мы можем предположить как раз-таки кастратрезистентный, не метастатический процесс. Но вот здесь я вот поставила под вопросом, потому что почему-то был выдан биклотомит, не знаю. Учитывая все-таки наличие и болевого синдрома, решено было провести исследование ПСМА, ПЭТ-ПСМА, которое у нас только в прошлом году весной был запущен, скажем так, в Астане, здесь в больнице управделами президента. Но мы знаем, что если посмотреть на рекомендации НССН, проведение ПЭТ-исследований, проведение МРТ-исследований является одним из методов динамического наблюдения, контроля за динамикой у пациентов, особенно после радикальных простатоктомий, и у больных как раз-таки с неагрессивными формами рака, то есть с невысоким риском рецидива. Наш протокол обновленный подразумевает также в первую очередь выполнение компьютерно-темографических исследований КТ-МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза и так далее. Рутинно, понятное дело, ПЭТ-КТ и МРТ не назначается. МРТ тотального полностью скелета не назначается, хотя раньше у нас это исследование проводилось в Институте онкологии, на сегодняшний день, к сожалению, эти исследования не включены в программу ГОБМП, то есть они не обеспечиваются бюджетом, и поэтому в плане проведения их очень ограничены. И вот исследования, проведенные в прошлом году, сразу через месяц, буквально после тех КТ, которые были проведены по месту жительства, выявлены множественные МТС-поражения из костей скелета, шейных, грудных, поясничных позвонков, риобертазовых костей, проксимального конца правой бедренной кости. Что получается? На самом деле здесь, вот вы видите, с левой стороны, это сканы компьютерных томографий, которые были сделаны по месту жительства. Очевидно, что за месяц до ПЭТ-КТ, что сами метастатические очаги в костях, они имеют такое губчатое строение, и поэтому не видны на компьютерных томограммах. То есть на компьютерных томограммах хорошо визуализируются те очаги, которые вызывают деструкцию самого костного компонента. Здесь в данном случае понятно, почему компьютерная томография просто их не визуализировала. Тем не менее, как мы видим, на ПЭТ они четко светятся и явно видны. И та же самая картинка по костям тазовых костей, то есть там, где деструкция не визуализируется, в то время как по данным ПЭТ-КТ идет накопление. Пациенту был назначен с июня месяца гормонотерапия второй линии, то есть анзолотомид. Продолжена андроген-депривационная терапия и добавлен препарат из группы бифосфонатов. Буквально сразу динамика ПСА, вы видите, до начала лечения уже ПСА подскочила вообще до огромных цифров, до 600. Ну и на фоне лечения идет хорошая динамика. Опять уже буквально позавчера, даже вчера было сделано исследование и снова исследование сделано обычным КТ с контрастированием. И вновь сказать о динамике, то есть о положительной динамике самого процесса мы можем судить только по динамике ПСА. По КТ-исследованиям, понятное дело, ничего сказать нельзя, потому что опять же этот метод не отразит, не даст возможности оценить динамику процесса в костях скелета. Но понятное дело, что учитывая вообще гетерогенность, течение заболевания, вообще саму природу рака предстательной железы, без возможности лучевой диагностики клиницистам обойтись невозможно для того, чтобы опять же не только своевременно диагностировать сам рак, но и диагностировать прогрессирование заболевания. Поэтому на сегодняшний день мы имеем уже достаточно большой перечень тех лучевых методов исследований, которые помогают клиницистам, но каждый из них имеет четкие свои показания и противопоказания, ограничения. И все-таки мы знаем, что при диагностике костных метастазов, о чем мы должны помнить, что стандартная компьютерная томография, она достаточно малоэффективна, и желательно, если при отсутствии возможности проведения ПЭД по СМА, то, конечно, использование в первую очередь, допустим, того же МРТ с DVI-программой. То есть вот это исследование показывает, что на примере больного 71-летнего мужчины с кастротрезистентным раком простаты при биохимическом рецидиве на левых сканах, это сканы с синтеграфией костей с техницией М99М, мы видим, что есть только изменения в области грудного отдела позвоночника, в то время как по исследованию МРТ всего тела этого же пациента выявило гораздо большее число очагов, метастазических очагов. Ну и то же самое можно сказать, вот то, о чем мы сегодня говорим, по ПЭД-исследованиям. То есть синтеграфия уже другой мужчина, 100-летний мужчина, вы видите, с кастротрезистентным раком простаты, растущий ПСА 81 нанограмм на миллилитр, время удвоения 2,7 месяцев, и на синтеграфии не видны очаги совсем, на коронарной компьютерной томографии также не видны очагов, в то время как на ПЭД-КТ с ПСМА, галли ПСМА, явно виден очаг в подвздошной кости. То есть сегодня это, конечно, проблема, наверное, достаточно актуальна, актуальна с позиции врачей, с позиции онкологов и онкологов, вообще в плане своевременной диагностики, прогрессирования заболевания и правильной оценки его распространенности. Это первое, о чем я хотела сказать. И второе, что хотела бы подчеркнуть, я думаю, что это очень актуально во всяком случае для нас, для Казахстана, что решение о проведении, выборе тактики лечения, о правильном выборе обследования самого наблюдения пациента, это, конечно, решение, которое должно приниматься мультидисциплинарной командой. Но, к сожалению, в понятие состав мультидисциплинарной команды у нас чаще всего входят хирург, радиолог, лучевой терапевт и химиотерапевт, но практически никогда не бывает радиолога, я имею в виду врача визуальной диагностики и патоморфолога. И, конечно, это ограничивает, наверное, где-то наши возможности. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ